В Екатеринбурге продолжают расследовать дело о найденных в лесу бочках с человеческими эмбрионами. Полицейским удалось установить две больницы, которым принадлежали медицинские отходы и одну из компаний, которая осуществляла их утилизацию. Но виновных в этом деле по-прежнему нет. Медучреждения за уничтожение биоматериалов ответственности не несут, а подрядчик, который отвечал за этот процесс, заявляет, что бочки и вовсе не используют. Собственную проверку инициировала прокуратура Свердловской области, а Управление здравоохранения потребовало от больниц отчитаться о способах утилизации биоотходов. Продолжит тему Алиса Романова. Больницы Екатеринбурга 24-я и 40-я. То, что эмбрионы отсюда установили по биркам на телах. На них цифры, номера палат, где лежали женщины. Но клиники, как считают в местном Минздраве, тут ни при чем. Медицинские отходы утилизирует специальная компания. У обеих больниц заключен договор с одним и тем же оператором. Его-то теперь и подозревают в том, что это он выбросил бочки в лес на трассе Нижний Тагилы-Екатеринбург. И вы считаете, что это промоэкология? Это не мы считаем. Это милиция считает, что промоэкология. Милиция считает? И прокуратура. Прикольно. В компании промоэкология все отрицают. Маршрут у них не мимо этого леса проходит. И отходы они сжигают не в синих бочках и вообще не в бочках. Мы отходы перевозим. Это полиэтиленовые мешки желтого цвета и контейнеры пластмассовые желтого цвета. Они специально предназначены для перевозки мест отходов. А в какие-то там пластиковые канистры никогда такого не было. Отходы класса Б. К ним относятся и эмбрионы, и любые ткани органа человека. Считаются опасным материалом. Поэтому клиника сама их не уничтожает. Но денег на утилизацию больниц часто нет. Ведь такого понятия, как медотходы, в федеральном законе не существует. Поэтому нет и бюджета. А компании-операторы часто оказываются липовыми. Выкинуть дешевле, чем жечь. Были прецеденты заражения посредством выкинутого материала медицинского, тех же шприцев, систем переливания. Были прецеденты, когда медицинские отходы вываливались, допустим, в карьеры. Потом с песком попадали в песочницы. И дети было выявлено, по-моему, это где-то в Приморском крае, где они играли просроченными лекарственными средствами, теми же ампулами. Эта дикая находка вскрыла как минимум две проблемы. Бардак в сфере утилизации медотходов и по числу абортов, в том числе и нелегальных. Россия по-прежнему впереди планеты всей. В бочках, которые накануне нашли грибники, криминалисты насчитали 248 эмбрионов. Минимум из четырех больниц. Срок у большинства до четырех недель. Но есть останки тех, кого можно назвать и неродившимися младенцами. Возраст этих неродившихся детей 15-20 недель. То есть, во-первых, совершенно очевидно, что аборты проводились незаконно. Нельзя проводить аборты при сроке больше 12 недель. Речь идет не о миллионе абортов в год, а о 5-6 миллионах абортов в год. Куда идет этот абортивный материал? Есть версия, что, возможно, биоматериалы собирали для неких опытов. Например, для извлечения стволовых клеток, которые используют в фармакологии, в косметологии. Но тела были обработаны формальдегидом. После этого клетки не извлечь. Абор до 12 недель, которые в нашей стране не запрещены, то толку для регенеративной медицины здесь никакого нет. Это, как некое чувство, это звучит. Откуда их столько там набралось, эти в бочках? Для чего хранить большое количество эмбрионов в формолине, это я не понимаю. Потому что это для того, чтобы они не сгнили. Это консервант сильнейший. Мы не можем за счет одной жизни каким-либо образом влиять на другое. Даже если было бы доказано, что какие-то органы или ткани, или препараты из них могли бы приводить к извлечению целого ряда заболеваний. На сегодняшний день эта идея не поддерживается нигде в мире. Какой возраст у эмбрионов и как давно и как они погибли от аборта или вследствие выкидыша сейчас изучают патологоанатомы. Многие врачи, правда, сомневаются, что эмбрионы специально собирали в эти бочки для экспериментов. Скорее всего, это обычное разгильдяйство. Те, кто выкинул бочки в лес, могут теперь пойти под суд. И вполне возможно, что это будет не единственная находка. Алиса Романова, Виктор Мамаев, Екатерина Шевченко. Вести.